Трофеи, рыбалка Трофеи, рыбалка Трофеи, рыбалка В четверг в 8 вечера Внимательно дослушайте нас до конца Именно в конце мы несколько минут уделим этому самому конкурсу Все подробно расскажу, где как можно поучаствовать И о призе сообщу тоже в конце этой беседы Напоминаю, что генеральный партнер нашей программы Компания Движение нефтепродукт Мы с Василием договорились, что в эту холодную такую осеннюю сырую пору Немаловажную роль, а может быть и Одну из главнейших ролей играет экипировка рыбака И сегодня всю программу мы посвятим именно этой теме Одежда, термобелье, обувь и так далее Что пододеть? На самом деле, вот если посмотреть на сегодняшний день Выбор экипировки именно для ловли вот в такую погоду, которая у нас сейчас за окном Это температуры близкие к нулю, там дождик на тропах Ночью мелкий минус такой Да, ночью мелкий минус Находясь на воде, где дует ветер или еще что-то Экипировка выходит на первый план Я бы даже сказал, что снасти будут второстепенные Потому что если у тебя есть отличные снасти, но плохая экипировка Ты просто замерзнешь за час И... Никакого удовольствия, еще и вред здоровью Да, удовольствие, ну, то есть будет еще то А на рыбалку же мы все-таки едем за тем, чтобы получать удовольствие от этого процесса Поэтому экипировка очень важна И вот на сейчас образ современного рыболова Он уже такой сильно далек от того, что было лет 10 назад А я помню, что было 10 лет назад А вот 10 лет назад Можно было всевозможные старые какие-то вещи на себя напялить Вот, вот, вот Сапоги, которые где-то там пылятся в кладовке, в сарае И все, и рыбалка Главное, как это говорится То, что не жалко Не жалко запачкать Порвать или что-нибудь еще Совершенно верно И вот лет 10 назад образ рыболова Он действительно ассоциировался с человеком в таком там телогрейке Бушлате, в резиновых сапогах В какой-то вязаной шапочке Да, там кофточка вот эта Вязаная там с воротничком Все здорово и пошел на рыбалку Вот На сейчас современные материалы Шагнули далеко вперед И рыболовы помимо того, что хотят Чувствовать себя комфортно Ну вот на самом деле Сейчас есть и достаточно такие стильные Решения костюмов В котором ты не только будешь Чувствовать себя комфортно и классно Но и на фотографии будешь выглядеть Есть некая мода даже Такое можно использовать понятие Это на самом деле точно так Рыболовная мода она есть И не только в снастях А вот именно в одежде Она тоже прослеживается Ну опять же напомню, что На сегодняшний день и мы И мои друзья мы пропагандируем Принцип поймал отпусти А он подразумевает классные фотографии Потому что что-то же должно остаться в памяти Чем-то же надо доказать Что ты действительно был там и поймал Что ты там поймал рыбы Вот поэтому фотографии должны быть И на них рыболов должен выглядеть красиво Ну я на самом деле Наверное хочу начать Немножко вот Не так как мы думали То есть не сразу начать рассказывать Про термобелье и еще что-то А вот наоборот про костюмы Потому что По моему мнению От выбора того костюма Который мы выберем Уже зависит то Что мы будем под него пододевать Вот так Давайте подробно разбираться Сейчас на рынке Экипировка Ну начнем с того Что материал для верха Вот какой используется Это 100% Все костюмы сделаны Из мембранной ткани Что такое мембрана Мембрана это такой материал Который не промокает Но в то же время Дышит Так называемая То есть у него есть Такой показатель паропроводимость То есть Мы двигаемся активно На рыбалке Тело нагревается Тело нагревается Соответственно Вот этот вот лишний Все вот наши там Испарения Они должны Куда-то уходить Почему Например Перестали практически Делать костюмы Там из каких-то Прорезиненных тканей Да Они не промокают Действительно Все здорово Там из какого-то Не знаю Там Полиэтилена Вот таких вот Старых материалов Потому что В них там Через 3-4 часа Даже если ты находишься Под дождем Сверху Ты не промок Но снизу Ты тоже сырой Становишься И в них Абсолютно Некомфортно Они тяжелые Громоздкие Некрасивые И в них Невозможно Не получение удовольствия Такая каторга Да В них невозможно Находиться Вот И на сегодняшний день Все современные Костюмы Выпускаются Из мембранных тканей И они имеют Различные показатели Вот здесь Немножко стоит Заострить внимание Потому что Очень часто Сталкиваюсь с тем Что приходит Покупатель в магазин И говорит Мне нужен костюм Окей Какой Ну такой-такой Там Подбираем ему Костюмчик Он тыкает Спрашивает Это мембрана Мембрана О класс Все беру Уходит Приходит Там Не знаю Через неделю После рыбалки И говорит Слушайте Я взял Я промок Там Все Мы вроде бы Задаем Резонный вопрос Вы там Под проливным дождем Были Да Под проливным дождем Ну вы знаете Вот вы Мембраночку-то выбрали Там У которой показатели Там Три на три Да То есть Три тысячи Непромокаемость Три тысячи Проводимость Соответственно Да Такая мембрана Она рассчитана Но на кратковременное Нахождение Под легким дождичком Или еще что-то Поэтому Всегда вот наши Консультанты В магазине Да Они уточняют Как будете использовать В каких условиях То есть Планируете ловить Под дождем Например Многие делают Ошибочный выбор Выбирая костюм Для зимней рыбалки Думают Ну там дождя нет Но там есть Мокрый снег С ветром Который Который Таи Попадает На поверхность Да Который мочит Еще сильнее Чем проливной дождь Вот Поэтому Мой совет Выбирать На сегодняшний день Минимальные показатели Мембраны Верха костюма Это 10 на 10 То есть Это оптимально Запомните Уважаемые рыбаки И сочувствующие 10 на 10 Да 10 на 10 Это на сегодня Средний показатель Мембраны Который есть Он позволит Абсолютно комфортно Находиться На открытом воздухе Даже там Под таким сильным дождем В течение суток То есть В течение суток Мы будем чувствовать Себя абсолютно комфортно Сухо и тепло Вот Это то Что касается Выбора верха костюма Вот Из той ткани Которая нужна Ну здесь однозначно Мембрана Все На этом мы Закончили Двигаемся дальше Еще раз напомним Приходя в магазин В частности Магазин Арсенал Комсомольской 8 Пожалуйста Не зацикливайтесь На одной фразе Которую вы считаете Убьете Поразите консультанта Вот мне нужно тот А поподробнее с ним Поговорите В каких условиях Действительно Где вы будете В этом костюме Обязательно Это обязательно Наши консультанты Очень скажем так Подкованы У нас есть Все новинки У нас есть каталоги Они все расскажут Покажут Померяйте Посмотрите Без проблем Дальше Дальше Крой Костюма Если раньше Костюмы Как правило Были какие То есть это Штаны и куртка Все На сейчас Ничего не поменялось Но Что мужику еще надо Штаны и куртка Ну штаны и куртка Но тем не менее Сейчас Все костюмы Идут Штаны Это комбинезон Вот я уже Последние года Три-четыре С лямочками Непосредственно Через плечи С лямочками И более того Обязательно Вставка на спине Теплая вставка То есть потому что Поясница Как правило Страдает больше всего Мы же на рыбалке Всегда стараемся Повернуться спиной к ветру Ну да Или нагнулся И у тебя оголилась Вот эта челюсть Да Поэтому чтобы такого не было Обязательно Выбирайте костюм У которого есть комбинезон Но это сейчас 98% костюмов Которые Выпускаются именно так По Цветовым гаммам Опять же Сейчас есть все что угодно Костюмы Перестали быть Такими серыми Однотонными Уходит в прошлое Камуфляж Камуфляж остается Но как правило Его больше используют охотники Ну Им нужнее Им нужно спрятаться Для охотников Есть там и беленькие Какие-то костюмчики Для зимней Соответственно Для зимней охоты И все такое Вот Для рыбалки Сейчас Выходит Входит в моду Достаточно яркие Цветные костюмы И помимо того Что это красиво Это на самом деле Определенная Ну Штука такая Производители закладывают Ну безопасность Для рыболова Представим себе ситуацию Ну не знаю Там возьмем Огромный водоем Там какой-нибудь Камское устье Где ширина Там порядка 40 километров Вот этого разлива Зима Передвигаемся На снегоходе Не дай бог Что-то произошло Ну не знаю Сломался снегоход Попали в трещину льда Он провалился Не дай бог Искупались Сами провалились Или еще что-то Яркий костюм Он так или иначе Заметен на льду То есть Какая-то серая точка Ну на нее Могут и не обратить Внимание Вот Поэтому яркие костюмы Ну вот Они Они актуальны Вы знаете Я даже уверен Я хотя и не знаю Таких случаев Но почему-то уверен Что есть такие случаи Когда это спасало жизнь Спасало Однозначно Его замечали издалека В ярком костюме Благодаря яркому костюму Я могу рассказать историю Из нашей жизни Вот Слава богу Там все обошлось Так очень Нормально Там кроме легкой простуды Человек ничего не получил Но тем не менее Мы приехали Это была река Вятка Это не огромные Какие-то просторы Вот Приехал у нас Приехали мы на рыбалку Причем лед уже был Достаточно толстый Там передвигались Все началась Такая ну легонькая метель Вот Соответственно Видимость уже Достаточно маленькая Наш товарищ ушел вперед Ушел за поворот Провалился В воде оказался Да Он оказался в воде Ушел один Вылез из этой воды Все хорошо Пошел обратно Провалился в какую-то трещину И вывихнул ногу И соответственно Передвигаться он не смог Он был мокрый У него там сильно болела нога Он просто лежал там на льду И ждал когда там придет помощь Метель усиливалась Все здорово Мы уже начали волноваться А где же Наш товарищ Мы пошли туда И вот если бы у него был Какой-нибудь там темный костюм Или еще что-то Он находился около берега Там достаточно много таких коряг Торчащих из воды Вот У него был такой ярко-ярко-желтый костюм Вот пожалуйста Мы его увидели Что он лежит на льду Понятно Там побежали Все А если был темный костюм То Ну возможно Просто замерз бы Мы скорее всего бы его и нашли Но искали бы намного дольше И как бы там Что повернулось уже дальше Непонятно Здесь костюм Ну скажем так Спас Вот А рыбе-то все равно Яркий-яркий костюм Рыбе все равно Рыбе все равно Вот Дальше о чем хотелось бы сказать Это будет очень актуально В преддверии наступающего Первого льда Сейчас на рынке Ну они были давно Но сейчас их модифицировали Сделали Такой обособленной группой Стоят костюмы-поплавки Так называемые Так что это Это замечательнейшая штука Я вот Очень-очень советую Тем, кто любит Подлюдную ловлю Особенно Вот По самому-самому Первому льду Когда он тонкий Либо вот уже По последнему льду Когда он начинает Там разрушаться Понятно, что здесь Должен быть здравый смысл Понятно, что Удовольствие, рыба Все классно Но здоровье-то важнее И жизнь у нас одна Ее нужно так или иначе Беречь Но вот костюм-поплавок В определенных Случаях Он может реально Просто спасти жизнь Это костюмы Причем они выглядят Абсолютно точно так же Красиво Все здорово Но у них Внутрь Между слоями утеплителя Вложен специальный материал Который Человека Может держать на плаву Что-то вроде пенопласта Или нет? Нет-нет Там именно Такой синтетический Наполнитель Он На ощупь Как шарики С воздухом Какие-то Ну такие плотные Он туда вложен Во-первых Это дополнительно Делает этот костюм теплей Вот Это раз А во-вторых Реально Не дает утонуть А движение он как-то Сковывает Это отражается Абсолютно нет Вот первые костюмы Которые появлялись Костюмы-поплавки Там реально был Внутри какой-то Типа изолона Или еще что-то И когда ты его надеваешь Ты чувствуешь себя Как космонавт Все там Как в скафандре Ты не очень удобно Повернуться Там или еще что-то Такие костюмы Первые делали Из достаточно простых Там материалов Болоневых Или еще что-то Ну такой какой-то Там материал был Они абсолютно Не дышали В них было Трудно передвигаться В них там На большие расстояния Пройти Это была пытка Вот Но со временем Современные материалы Взяли свое Придумали И вот Если придете в магазин Не поленитесь Просто спросите У продавца-консультанта Покажите мне Костюмы-поплавки Потому что на витрине Он выглядит точно так же Как обычный У него единственное Что на шильдике Написано Что он плавающий Вот Такие костюмы Они имеют Немножко другой крой Потому что Он не должен быть Балахоном Чтобы под него Там ничего не заливалось Они выбираются Ну скажем так Более такие Облегающие Приталенные Там все Они немного Немножко тяжелее Обычный костюм Но По мне Вот Очень классный вариант Выбора Для рыбалки В осеннюю погоду На катере Когда мы там Много не передвигаемся Такой костюм Будет хорош При езде на снегоходе Когда мы Ловим по льду уже Вот Его будет меньше продувать И Такие костюмы На витрине Можно немножко Отличить тем Что у них Вот Воротник Он сделан более толстый Более широкий Это для того Чтобы Если не дай бог Случилась беда И мы там попали В холодную воду Вот этот воротник Он тоже плавал Чтобы заливалось Что-то Нет Чтобы голова Всегда была на плаву Ну что он поддерживает Именно шею и голову Это важно Чтобы не нырнуть Там под воду Не испугаться Еще что-то Вот Вот они стоят Немножко обособленно И Очень часто Такие костюмы Делают Не отдельно Штаны и куртка А именно комбинезон То есть он Целиком надевается Вот застегивается Все Ремешок И погнали Такие вот Вариации На самом деле Существуют Вот Дальше По Температурному режиму Сейчас на современных Костюмах На всех Указывается Комфортный Температурный режим В котором В этом костюме Можно находиться То есть до Такого-то значения Да То есть там есть До минус 15 Минус 25 Минус там 35 Минус 40 Минус 50 И самое-таки Суровое Там минус 60 Универсальных нет Которых На большой спектр Температуры Рассчитаны Самый универсальный Костюм для меня Вот для нашей Например Климатической зоны Нашей климатической зоны Да Для нашего там региона Это костюм Минус 35 Объясню почему Многие говорят Блин Я в минус 30 На рыбалку не пойду Я говорю Да окей Минус 15 Плюс ветер 8 метров в секунду Ощущается Как минус 30 Пронизывающий ветер На открытых пространствах Все Замерзаешь В раз И поэтому Выбрав здесь Костюм До минус 15 Минус 25 Думая Что я буду Ходить на рыбалку Там вот только При таких температурах Мы совершаем Немножко ошибку Это раз Во-вторых Костюм Который Например Мы выберем Минус 15 Минус 25 И захотим Поехать Ну на рыбалку В более Низкие температуры Ну Низкие Низкие температуры Нам придется Под него Поддевать Очень-очень много И соответственно Мы будем Скор На динамике И это будет Не очень комфортно А как правило Вот следующий вопрос Который я хотел бы Коснуться Следующим он будет Как выбрать Размер костюма Здесь тоже немаловажно Если мы выберем Костюм правильно То поддеть Под него больше Чем нужно Мы просто не сможем Но нам будет Очень некомфортно Вот Поэтому температурный режим Стоит рассчитывать То есть получается Что Прибавляй смело Еще плюс 10-15 граммов Да Где-то так примерно Вот Это первое Во-вторых При выборе Температурного режима И выборе костюма Соответственно Надо исходить Из того Каким видом ловли Мы увлекаемся То есть Если это ловля Леща наморажена Мышку Где мы там За день Бурим 10 лунок И практически Не передвигаемся А прикармливаем И просто сидим На месте Там можно Смело выбирать Костюм Там не знаю Минус 50 И мы себя будем В нем чувствовать Суперкомфортно Такая довольно статичная Рыбалка Такая движения Да Если же наоборот Мы ловим Там на блесну И балансир Постоянно Передвигаемся Постоянно В движении Бурим Там 100 200 лунок В день То здесь Опять же Нам нужно Костюм выбирать Но с более Низкими показателями Потому что У нас высокая Активность Да Мы под него Будем и под одевочку Другую уже Выбирать Другое термобелье Нежели под более Там теплый костюм Вот То есть Это все На самом деле Очень важно И поэтому Вот у нас Бывают случаи Там приходит Человек покупать костюм Ему начинаешь Задавать вопросы Задаешь 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 Он такой Говорит Что вы меня пытаете Я говорю Я ни в коем случае Вас не пытаем Я о вас заботюсь Чем больше вводной информации Тем я вам точнее Смогу подсказать Совершенно верно Наши консультанты Просто хотят вам Продать такой костюм Чтобы вы потом пришли И сказали Ребята спасибо А не так Чтобы вы пришли И сказали Что-то я вот не то Не так себя чувствую Что-то я замерз Или вспотел Или наоборот Вот Поэтому здесь тоже Нужно смотреть Какой вид ловли У нас есть И особнячком Таким Стоят Такая вот Вид зимней ловли Ловли на жерлице Вроде бы как Вот поставил Сидишь Смотришь Ну когда там клюнет Пойдешь Достанешь Сходишь проверишь Вот сходишь проверишь Но многие не учитывают Того чтобы поставить Эти жерлицы Сначала нужно набуриться Да То есть пробурить Достаточно много лунок Потом их поставить А потом еще К ним и бегать И вот здесь Очень многие там Покупая Чересчур теплый костюм В нем потом реально Просто уже потеют Не знаю И начинают замерзать То есть почему человек Мерзнет Потому что излишняя влага Остается на теле Он замерзает Ну то есть все Она начинает испаряться Соответственно Когда любая у нас Жидкость испаряется Она охлаждает Поверхность Все Ну физика От нее никуда Она у нас Физика вот в жизни везде Поэтому вот так Температурный режим Очень важен Дальше Ну к примеру Мы там определились С каким-то там костюмом Их на самом деле Вот очень много Я их тут вот Для себя даже Привез Все разрешается Принес там Все разрешается Померить конечно Обязательно Вот Я принес там Какие-то шпаргалки Их тут много-много Вот Дальше По Размеру костюма Обязательно Его нужно обязательно Мерить Здесь У нас Есть такая штука Приходя опять же В магазин Покупатель Берет костюм Надевает его Там на футболку Говорит О мне все Вот в самый раз Все классно Все здорово Я его покупаю Говоришь Давайте Вот я вам сейчас Дам кофточку Вот наденьте Попробуйте Этот же костюм То есть надевает Руки в стороны Согнуть не может В плечах Жмет Поясница Там не повернуться Это уже не порядок Все то есть Уже неудобно Если костюм Будет сковывать движение То однозначно В нем замерзнуть проще И опять же Вопросы безопасности Если случится Не дай бог что-то Не дай бог что-то Да У нас там и руки Не поднять Блин На лед Не опереться Не вылезти Никак Вот Поэтому Всегда Примеряя костюм Ну мы советуем Брать на один размер больше Это раз Во-вторых Сейчас Все современные костюмы Они в одном и том же размере Делают чуть ли не три ростовки А это важно Потому что Если у нас штаны будут Не знаю там Малые Нам будет некомфортно Если они будут сильно велики А зимние костюмы Нужно понимать Что все равно Штаны делаются достаточно объемными То даже вот там При переходах Каких-то передвижений Нам будет не очень комфортно идти Поэтому сейчас Есть размеры Ну к примеру Самый популярный Такой 50-52 Но в ростовке 178-182 Следующая ростовка У них там идет 172-178 И следующая ростовка У них идет 166-172 То есть один и тот же размер Но в трех ростовочках Они всегда есть В наличии Эти ростовки Поэтому не поленитесь Там придя в магазин А размеры понятные Да Вот наши российские Не другая никакая Система исчислений Есть Японские костюмы Шимана Нексус Или еще что-то Да Вот у них там своя Линейка измерений И там Вот Без примерки Его купить вообще невозможно Потому что Яснить на словах сложно Но надо мерить Сложно Тут только мерить Вот Поэтому вот наши Обычные нормальные костюмы Которые сейчас Пользуются спросом Там Ну не знаю К примеру Канадиан Кемпер Да Вот последнее время Они делают Суперские костюмы У них в соотношении Цена-качество Там каждый себе Сможет подобрать Там на любой вкус И кошелек Что захочется Причем у них даже Бюджетные костюмы Все исполнены Из мембранной ткани С классным наполнителем И все Все просто супер Вот Поэтому обязательно Выбирать Мерить Смотреть И следующее Что немаловажно Мы выбрали костюм Из мембраны Мы его Померили Все классно Он нам подошел Все здорово Мы начинаем Эксплуатировать Нам все нравится Мы не мог Нем под дождем Нам комфортно Сухо Все замечательно В какой-то момент Что может случиться Он пачкается И здесь Об этом-то да И здесь Что у нас люди делают О, костюм запачкался Бам Стиральная машинка Постирали Выкиньте костюм Все Выкинуть Вот реально Тем самым мы его испортим И даже на щадящей Какой-то стирке При маленьком градусе Хоть на какой Мембрана Во-первых В стиральных машинах Категорически не стирать Соответственно Ее ручки есть Обязательно На одежде Обязательно Автоматическая стирка Не подходит для этих вещей Обязательно Это раз Во-вторых Не стирать С обычным стиральным порошком С каким? Для мембраны Существуют Специальные порошки Для мембраны Существует Специальное мыло И для мембраны Существует Специальная пропитка В таких баллончиках Спреем Соответственно Все там очень просто Дайте я угадаю В арсенале На комсомольской 8 Можно все это приобрести Конечно Можно приобрести И получить консультацию Как ухаживать за костюмом После того Как у нас костюм Ну скажем так Немножко запачкался Мы берем его Приносим домой Приехали в нем Все Замачиваем В тепленькой водичке В ванной Берем мягкую губочку Берем специально Вот этот вот Либо шампунь Либо порошочек Для мембраны Натираем Оставляем на полчасика Затем это все смываем Костюмчики Ни в коем случае Не отжимаем Ничего Вешаем С него все стекает Он сохнет После того Как он высох Мы берем Вот этот вот Спрей для мембраны Пробрызгиваем его Час Можно надевать и идти Останавливается все Все То есть Что такое мембрана Мембрана Это материал Который имеет поры Которые Снутри открыты Сверху закрыты Если мы его постираем Мембрана ломается Эта пора становится Всегда открытой Теряется ее функция Получается Красивый Классный костюм Но абсолютно Непригодный Для нахождения В суровых условиях Дождя Ветра Все Его начинает Реально продувать Его начинает промокать Поэтому Здесь Вот этот вопрос Очень тонкий Чтобы не было Потом У меня костюм потек У меня там Все плохо Ухаживать за костюмом Нужно обязательно правильно Мужики Обязательно Сейчас запомните То о чем говорит Василий Да И главное Не забудьте Объяснить жене Вот У меня был случай Тоже мне там Жена мою Первый костюм Мембраны постирала Я говорю Ну все Здорово Придется идти покупать Следующее Она говорит Зачем Вот ведь он классный Я говорю Ну он уже не тот Он сейчас уже только годится Для Кратковременных прогулок Да Вот Это первое По уходу И второе По уходу Обязательно Есть такая штука Когда едем на рыбалку Там на несколько дней На какую-то базу Например Там есть печка Обогреватели Или еще что-то Забудьте Мембрану на горячее Куда-то класть Ни в коем случае Она сохнет Достаточно быстро Ее достаточно Ну просто вот Развесить и все Просто развернуть В каком-то теплом месте Да-да-да-да Продуваемом Совершенно верно Ни в коем случае Никаких там теплых Горячих Особенно там Предметов Рядом с ней быть Не должно Вот И немножко По хранению Ну вот мы Например зиму Там осенью Отрыбачили Да В костюме Она все классно На лето Ну сворачивать его Куда-то Вот там Скомкивать Да И убирать не стоит Он должен всегда Висеть в расправленном виде Ну это Обратная сторона Медали Да То есть немножко Нужно поухаживать За своей вещью Для того чтобы она Служила там Достаточно долго Несколько сезонов А достаточно долго Кстати это сколько Вот при бережном уходе При бережном уходе При бережном Хранении и так далее Ну вот мембрана Насколько я понимаю Хорошая модель Стоит в общем-то Достаточно И неплохих денег Ну это конечно Отдельная история Но все-таки Ну хорошая модель Да стоит неплохих денег Но здесь Грубо говоря Вот у меня есть костюм В котором я уже Шестой сезон Он в принципе Достаточно Хорошо себя Хорошо себя чувствует Выполняет свою работу Все здорово Все классно Так в среднем Ну вот там Пять-шесть-семь сезонов Можно ходить Но тут вопрос-то в том Что через там Два-три сезона Сейчас на рынке Появляется куча новых моделей И захочется Чего-то нового Все равно То есть этот костюм Там например Уходит в запас Там покупается Какой-то другой Костюмчиков Все равно Ну вот Ну по крайней мере Если вы серьезно Занимаетесь рыбалкой Их у каждого рыболова Все равно несколько Ну то есть Так же как там Не знаю У девушки платье А у рыбака В шкафу висят Костюмы Все эти принадлежности Да У нас подошло время Небольшой рекламы Сейчас эта пауза будет Напоминаю Что это программа Трофеи рыбалка Мы беседуем С Василием Мамоновым Профессиональным рыбаком Экспертом компании Арсенал И еще раз вам Говорю о том Что все Что мы сегодня Обсуждаем в передаче И будем обсуждать В последующих передачах Вы это все Можете сами Увидеть Потрогать Примерить Попробовать Непосредственно В магазине Арсенал На Комсомольской 8 Василий Там непосредственно Трудится И ребята Консультанты Всегда смогут Подобрать то Что вам действительно Подойдет И вы не будете Ни в коем случае Каяться о том Что это приобрели Реклама Скоро вернемся Продолжается программа Трофеи рыбалка Наша новая Долгожданная передача Генеральный партнер Компании движения Нефтепродукт Партнер программы В том числе Компания МТС И компания Арсенал Конечно же Василий Мамонов Ее представитель Эксперт компании Арсенал И профессиональный рыбак Сегодня мы с ним беседуем И тема очень актуальная Для поры осенней Уже скоро Которая будет переходить В пору зимнюю Мы говорим О рыбацкой экипировке Одежда Удобная Надежная Заметная Безопасная И мы сейчас будем Говорить о том Вот поговорили О верхней одежде О костюмах Что собственно Под Этой одеждой Должно располагаться Это не менее важный вопрос Вы К примеру Да Все мы определились С моделей костюма И многие говорят О Мне не нужно термобелье Мне там не надо У меня есть свитерочек Проверенный временем Вот я его надену В нем пойду И мне будет классно У меня же классный костюм Он мембранный Он там дышит Прям я слышу Как он дышит Нет Это все здорово Но Мембрана И вот Сами современные костюмы Они все работают Только в сочетании С современными Материалами Из которых изготовлено Термобелье И второй слой И это очень немаловажно Потому что Надевая там Какую-то Не знаю Там хлопковую Футболочку И на нее Надевая свитерочек Шерстяной То есть И хлопок И шерсть Они достаточно Гигроскопичны И соответственно Впитывают влагу Впитывают влагу И она никуда не уходит Она у нас просто Здесь же остается И в какой-то Определенный момент Нам станет холодно Даже в таком Современном И теплом костюме Поэтому здесь Очень важно Подобрать правильно Термобелье Тоже есть Несколько советов Наши консультанты Об этом постоянно Говорят Термобелье Купить без примерки Тоже нельзя Ни в коем случае Белье Можно мерить? Ну Термобелье Можно мерить У меня Ассоциации с нижним Это не то конечно Нет Вот Здесь ситуация в чем Термобелье Оно должно быть Ну так называемая Вторая кожа То есть его Неправильно покупать Если оно будет Висеть балахоном Оно не будет Выполнять всех Своих свойств То есть Нижний слой Термобелья Он Скажем так Сделан Сконструирован И придуман Для того чтобы Мгновенно отводить Влагу от тела То есть там Очень крупная пора Это термобелье Как правило На там Вот 80% Такого термобелья Выпускается Из синтетических Материалов И на сегодняшний день Практически все Пододевки Это синтетика Но синтетика Качественная То есть если раньше У нас там как было Шерсть это тепло И классно Синтетика это плохо И холодно То поверьте мне Это далеко не так Есть обособленной группой Стоит термобелье Которое сделано Которое сделано С добавлением шерсти Вот Но оно нужно Для таких уже Там очень-очень Суровых условий Когда мы Не знаю На очень низкие температуры При очень-очень Низких температурах Находимся где-то На природе И не знаю И практически Не двигаемся То есть вот там Да Там оправдано Вот теплое Именно термобелье А как правило Обычное синтетическое Которое мы Используем В нормальных При нормальном Температурном режиме Там ну До минус там 20-25 градусов Оно достаточно Тоненькое Вот Соответственно У термобелья Точно так же Как и у костюмов Которые мы надеваем Наверх Есть свои показатели Да Которые вот Например Это термобелье Мы используем При большой активности И температуре Там например До минус 15 градусов Да Вот такое-то термобелье Мы используем Там при температуре 25 и небольшой активности Они отличаться будут По толщине Между собой Они будут отличаться По материалу Из которого Изготовлены Они будут отличаться По величине Вот этих Поры Вот этой Которая отводит влагу Это все очень важно Это обязательно Нужно мерить Без примерки Здесь никуда Консультанты показывают Все расскажут Все объяснят Термобелье Как правило Состоит Но вот у них Называется Да-да-да Я хотел спросить Тем кто никогда Не видел Не знает Что это Это отдельно Штанишки Это отдельно Да Это комплекты Это комплекты У них называется Верх фуфайка Низ кальсоны Да Ну и соответственно Оно тоже существует Есть мужское Есть женское Ну вот по крою Они там отличаются Вот Здесь У консультанта Не поленитесь Опять же При выборе костюма Вам все равно Зададут вопрос Да Как Где Как Он Вы выберете Там костюмчик Например Там до минус 35 Ну вот мой совет Если мы выбрали Костюм сверхом Комфортной температурой Минус 35 То белье Нужно подбирать Вот именно термобелье Нижний слой У которого температура Будет минус 15 Вот то есть Разница Вот в 20 градусов У нас примерно получается Почему Потому что Сверху термобелья Мы надеваем Еще один слой Одежды Да И вот Обычная одежда Ни в коем случае Хорошо Ладно до этого Дойдем еще Ни в коем случае Мы сверху надеваем Еще один слой И соответственно Вот у нас температура Уже становится Того что мы пододели Близка к тому Что у нас написано На костюмчике И вот тогда мы чувствуем Себя абсолютно комфортно И хорошо Вот А здесь вот да Действительно верно И человек говорит О класс Я себе уже И термобелье выбрал Все Я готов ехать И сейчас я Говорит на него Вот этот свой Любимый свитерочек Надену И мне вообще Все будет нипочем И ты опять не прав Говорите вы Да И мы говорим Опять вы не правы Пойдемте На термобелье Надеваются Надеваются Опять же Современные материалы То есть Их на сегодняшний день Там несколько Но вот самые популярные Это флис И полартек Между собой Они немножко отличаются То есть полартек Он такой более-более Плотный материал Это уже Тоже штаны И кофта Но как правило Они уже могут быть Такие красивые В них можно просто Где-то ходить Да То есть А что они напоминают Спортивный костюм Спортивный костюм Вот Как правило Они там на замочке На молнии Да Там есть какие-то Кармашки То есть Действительно Там при Например Ну там Мы едем на рыбалку Вот Все классно В машине Ехать в костюме Неудобно Ну мы костюм сняли Вот Сидим вот в этом костюмчике Передвигаемся Едем Приехали на место Сверху надели костюм Костюмы из полартека Они еще будут Универсальны тем Что например Осенью Когда у нас Ну вот Не совсем Холодно Да И нету дождя В них Реально можно Просто ездить на рыбалку Вот И вот В них находиться Прямо на водоеме находиться Прямо на водоеме Там подойдет Тоненькое термобелье И полартек Именно полартек Потому что Он Не продувается Флис Более Скажем так Дешевый материал Костюмы Из флиса Они более бюджетные По ценовой категории Он такой Более рыхлый И более мягкий Но Вот В нем уже там Куда-то поехать Просто на рыбалку Ну я не сильно советую Потому что Ну его Вот уже Подпродувает Вот Вот такой материал Который мы надеваем Сверху У них есть Градация То есть Они отличаются Там например Полартек Там сотка Полартек Там 150 Полартек 200 Это Ни в коем случае Там не толщина В 2 сантиметра Да А это вот Показатели Которые заложены Производителем В них Это показатели Плотности То есть Насколько он Плотный Соответственно 200 полартек Он будет такой Уже прям Совсем Совсем Плотный Он будет Самый Самый Теплый Ну вот Мой выбор Для зимней рыбалки В наших условиях С костюмом До минус 35 С термобельем Минус 15 Сотый Полартек И Из плюсов Такой Экипировки Вот это вот Все что мы надеваем Под костюм Это практически Ничего не весит То есть там реально Легко себя чувствуешь Да Во всем этом Просто А это все имеет Анатомический крой Да То есть термобелье Правильно подобранное Оно Скажем так Ну вот Достаточно В такую Облипочку Да В обтяжечку И мы его Практически На себе Не ощущаем Сверху у нас Легчайший костюм Который там Ну флисовый костюм Вот из сотого Полартека Там весит Ну не знаю Может быть Грамм 300 Может там Как-то вот так Ну то есть Он очень легкий Сверху у нас Классный легкий костюм С отличным Утеплителем Мембраной Все Мы себя на рыбалке Чувствуем Супер комфортно Нам ничего Уже не мешает Мы надели капюшончик Нам в шею ничего не дует Дождь нас не мочит И мы можем заниматься Своим любимым делом Там безумно долго И без вреда здоровью Поэтому вот здесь Тоже важно И Опять же При выборе Вот второго слоя белья Да Который вот Мы надеваем под низ Да Вот Обязательно его тоже мерить Оно не должно быть Балахоном То есть здесь Самое главное условие У нас все должно быть Достаточно плотно Сделано для того Чтобы Ну там Ветер не поддувал Да Там не задувал Никуда Там дождь не капал Ну вот такие вот нюансы Они здесь должны присутствовать Чтобы надел и все Не отвлекался на то Чтобы там что-то подгибается Что-то вот Да Оттягивать и так далее Совершенно верно Вот Ну вот Например У Некоторых вариантов Там термобелья Существуют еще Специальные эластичные Вставочки такие Да В нужных местах Ну вот Надеваешь его Прям не чувствуешь на себе Ну вот я сейчас Например в кофте Да Вот в которой Вот в этой Вот это тоже Это какой материал Вот этот Вот это Нет Вот Это Скажем так Материал Называется Санблок Да То есть он Немножко другой Это для жаркой погоды Он отражает Солнечные лучи В нем не жарко Но в то же время Ногрева меньше было Да В нем там Продувает хорошо Ну немножко другое Но тем не менее Вот такие даже Это профессиональная В общем вещь Да Вот такие вот Кофточки Они тоже делаются Уже из таких материалов Их можно назвать Там термобельем Ну раз уж мы говорили Про уход Про стирку За верхней одеждой Давайте сейчас Расскажем хотя бы Немножко о том Как За термобельем Да Термобелье И флис Их можно стирать Единственное что Если мы Стираем Полартек То мы можем Стирать его В стиральной машине На температуре Там 40 градусов Выбрав режим Синтетика Ну отжим На максимум Ставить не нужно Ну то есть В половиночку Там не знаю 500-600 оборотов Не 1000 А как раз Да Вот Этого будет достаточно Он не скатывается Вот Стирать флис Я настоятельно Рекомендую Вручную Потому что Если мы постираем В машине Он На нем появятся Такие вот Катышки Да Неприятные Свойства он Своих не потеряет Но внешний вид Будет испорчен Не форсанешь Ну не форсанешь Поэтому не стоит Нижний слой термобелья Который надевается У нас в первую очередь Это чистая синтетика Ее можно стирать Опять же В машине Там на 40 градусах И у этих материалов Есть еще один Огромный плюс Вот прям Супер Который мне нравится Например термобелье После стирки Вот Нижний слой Его можно там Отжимать на тысячи оборотов Там 1200 Там и все Вот такое Достаешь из стиральной машины Он сухой Реально То есть Там материал Настолько быстро Отводит влагу Что ты достаешь его Внутрь руку Она сухая Ощущение того Что как будто Не стирали А снаружи Снаружи чуть-чуть влажное То есть реально Его там можно стряхнуть Не знаю Там 15 минут Надел и пошел То есть Современные материалы Вот это вот дают И это Опять же важно Если не дай бог Случилось несчастье И мы попали в холодную воду Выбравшись на берег Там Не знаю Вылез на лед Там еще что-то Да Там можно раздеться Реально отжать это все Надеть на себя И мы будем себя чувствовать тепло К сожалению Такие фокусы С нашим любимым Вязаным свитерочком Они не пройдут Он будет сырой вечно Намокший Тяжелый Холодный Что еще Только усугубит Собственно Положение в котором Не дай бог Оказаться никому Поэтому вот здесь вот так Синтетические материалы На сегодняшний день Во главу угла встали Ну и вот Как я уже говорил Особнячком Есть термобелье В которых Например Там добавляется Шерсть Вот Оно такое Толстое Теплое Здесь уже смотрите И выбирайте Если у вас там Действительно Какие-то запредельные Температуры Или еще что-то Можно Если вы предпочитаете Похолоднее Да То есть такое Термобелье Можно выбрать Но здесь есть один нюанс Есть один нюанс Вот такое термобелье Очень часто Покупают Люди Которые Активно зимой Передвигаются На снегоходах Потому что При скорости В 60-70 км в час При температуре воздуха В минус 20 На снегоходе Это ощущается Как градусов Под минус 70 Там реально Если ехать С открытыми участками тела Обморожение Наступает В течение Не знаю Минуты полторы Настолько это все Обдувает Я просто сам Ездил Вот так Я скажу Что приятного мало Без хорошей экипировки На снегоход Вообще садиться не стоит То есть это Не то что там Удовольствие от рыбалки Мы не получим Реально там Угроза жизни Причем такая Ого-го Почему Все Кто передвигается На снегоходах Это обязательно Там маски Закрывают лицо Надевают очки Кто-то вообще В шлемах Передвигается Это есть Отдельно выделенная Специальная экипировка Для именно людей Которые просто ездят На снегоходе Целая линейка такая Да Отдельная линейка Для рыбаков Она не очень хороша Но тем не менее Рыболовы Передвигаются На снегоходах Но не так много И активно Вот Поэтому Вот там Стоит Выбрать Достаточно Толстое термобелье Вот возможно Даже с шерстью Потому что Там бешено Продувает И На самом деле Передвигаясь По водоему На снегоходе Мы пешочком То ходим Не так и много То есть Мы приехали Вылезли Сделали там Две-три лунки Попробовали Половили Не клюет Сели на снегоход И поехали дальше Снова там Две-три лунки И поехали дальше Если ходить Пешком Скажем так По льду За день Можно намотать Там 10-15 километров Понятно Что в таком термобелье Будет не очень комфортно Для снегохода Это важно Для снегохода Это Ну прям Мой совет Я хочу спросить Нашего звукорежиссера Сколько у нас Время остается Буквально Пять минут А шесть еще минут У нас есть Мы должны Не забыть Объявить Конечно Про конкурс Давайте подытожим Да И потом уже конкур Объявим Давайте Главные моменты Какие-то верхние Так Основные факторы Выборы Должно все сидеть Хорошо Обязательно Ничто не должно Выбирайте Василий рекомендует Эксперт компании Профессионал Выбирать Рассветку поярче Это безопасность Да Продолжайте Это безопасность Да То есть Рассветочку поярче Нам нужно выбрать Обязательно Задайте Продавцу Который вас Будет консультировать Вопросы Расскажите Максимально В каких условиях Вы хотите Ловить Соответственно Нужно Четко подобрать Температурный режим В зависимости от этого Уже будет у нас Рассчитано И то что мы будем Надевать под низ Как уже мы сейчас Сказали Вот Обязательно Обязательно Мерить все То есть без примерки А сказать А у меня вот такой размер Давайте я всю одежду Такую ношу Здесь это не прокатит Вот Обязательно все нужно Смерить Поэтому Ну вот Приходите Приходите Будем Будем Рассказывать Смотреть Показывать У нас Заочно это делать нельзя Да У нас на сегодняшний день Там костюмов Выбор Наверное Порядка 60-70 Коллекция обновлена Вот как раз Перед этим сезоном Халун Обязательно Вот сегодня пришли Новые костюмы Сегодня пришли Новые костюмы Я прям один На себя так вот Надел Я их вижу первый раз Мы ездили на выставку Мы их посмотрели Вот там Ну они были Витринный образец Там находился Да Вот только-только Сейчас они пошли В производство Отрадно то Что это костюмы Наши российские То есть это Наше российское Производство В конце концов Научились делать Вот Бренд озвучим Бренд Фирма Граф Называется Они делают Профессиональную Экипировку Прям костюм Супер Он во первых Ничего не весит Он малообъемный Температурный режим У него до минус Пятидесяти Вот Он поплавок При всем при этом То о чем мы говорили Да Со вставками Вот такими специальными У него бешеные Показатели по мембране То есть в нем там Реально можно Не знаю Под проливным дождем Лежать в луже Не знаю Чуть ли не купаться Вот При всем при этом Он настолько легкий Комфортный У него сделан Правильный крой У него Отличный воротник У него капюшон С козыречком У него все везде Подтягивается Утягивается У него Вставочки на запястье Да То есть Чтоб там никуда Ничего не поддувало У него Внутренний ремешок Регулировки Талии Вот Ну прям Я вот Оп так Думаю Блин Слушай Может к сезону Костюмчик обновить Я напоминаю Что это профессиональный Взгляд профессионального рыбака Да Мне Раз эта модель привлекает Он не безумно появится Они Сегодня у нас Вот буквально там Появятся на витрине Поэтому Приходите Смотрите И на самом деле И расцветка классная То есть Он такой Прям Ну супер Там И с красными вставочками Все там Ну вот Как оно должно быть Вставки на коленках Усиленные Да Там на локтях На плечах То есть Скажем так Те места Где в основном Там может Продувать Еще там что-то Да Ну супер Итак Внимание Уважаемые слушатели Наших программ Трофея рыбалка Мы объявляем С Василием Конкурс Будет он продолжаться Очень надеемся Долго-долго А итоги Этого конкурса Мы будем подводить Каждый четверг Непосредственно После восьми вечера Когда передача Наша выходит в эфир Внимание Называется конкурс Мой долгожданный трофей Наша программа Название трофея Мой долгожданный трофей Соответствующий раздел Уже появился В нашей группе Вконтакте И в наших группах В Одноклассниках И в Фейсбуке Размещены ссылки На группу ВК В чем суть В комментариях Вот в этом сообщении Выкладывайте фото Своего долгожданного трофея Причем чем оригинальный Снимок будет Тем лучше Ну а под фото Небольшое конечно Описание Где Как На что Каким образом Вы поймали эту рыбу Вес Размеры можно указать И обязательно указывайте Номер телефона Чтобы мы могли Связаться с победителем И немного пообщаться С ним в эфире Это такой своеобразный отчет Ну да Чтобы у нас есть Действительно Настоящий победитель Ну а как будет Определяться победитель Спросите Ну мы тут долго спорили По этому поводу И решили Чтобы исключить Фактор субъективности Все таки мы это Доверим Соответствующему Сервису Вконтакте То есть Это будет тотализатор Метод случайного выбора Так что все будет По честному Ну а да Если вы хотите заметить А зачем тогда Оригинальное фото Рассказ Тут же Случайный выбор Нет все таки По итогам месяца Мы как раз Вот тот фактор Субъективности И подключим Что нам больше всего понравится Выберем сами Из присланного вами И вручим приз Ну а что касается Приза Вот этого конкретного Конкурса Который у нас До следующего четверка Будет проводиться Это сертификат От компании Арсенал Безусловно Да Вот такой вот у нас Есть сертификат Да Василий сейчас его Демонстрирует На видеокамеру А вот На этот сертификат В нашем магазине Сейчас можно будет Приобрести Все что вы захотите Если будете участвовать В наших конкурсах А таких сертификатов Будет очень-очень много Их можно накопить И сразу же что-то там Суммировать Суммировать Вот Сейчас там В преддверии Зимнего сезона Можно обновить Свои зимние снасти Да Там перед перволедочком Что-то Ну вот поэтому Будем двигаться В этом направлении Да Я думаю Да Еще раз напоминаю Наша группа ВКонтакте Все подробности Этого конкурса Размещены именно там Ну и безусловно Мы же ведем Видеосъемку Нашей программы В эфир она выходит В четверг После восьми вечера И На следующий же день Утром Появляется видео На нашем сайте Echokirova.ru Есть ссылка В нашей группе ВКонтакте Есть видео В нашей группе Вернее На нашей странице В Ютьюбе Группы Страницы Эхокирова Так что пожалуйста Переслушивайте Пересматривайте И получайте Настоящие призы От компании Арсенал Что Спасибо большое Да Отлично На сегодня все Программа Трофеи Рыбалка Завершена Благодарим Нашего спонсора Генерального Компанию Движение Нефтепродукт У нас даже Такой слоган Родился Без движения Нет Ужения О Класс Да Василий Мамонов Профессиональный рыбак Эксперт Компании Арсенал Меня зовут Владимир Сметанин До свидания Всего доброго Трофеи Рыбалка Генеральный партнер Программы Компания Движение Нефтепродукт Продолжение следует...